Всем привет! В этом видео покажем повседневный трикотаж. Первый это футур трехнитка начес. Он очень мягкий и теплый и будет хорошо греть зимой. Такой трикотаж идеален для спортивных и повседневных костюмов. Компаньонным к нему идет кашкорсе. Есть разных цветов и разной плотности. Но не забывайте использовать и просто готовый подвяз. Идеально будет для кардиганов. Футур трехнитка петля более легкий материал на каждый день. По ссылке внизу посмотрите все оттенки. Трикотаж лапша это эластичный материал для водолазок, платьев бодикон, а также домашних брюк. Он довольно мягкий и очень комфортный. Замша твилл это прекрасная замша с диагональным рубчиком. Она мягкая, нежная и велюровая на ощупь, не просвечивает и довольно плотная. Можно шить платья, юбки, брюки или жакеты. Другой разновидностью замша является замша водолаз. Она такая же мягкая, но уже без фактуры. Мелкая ворсистая лицевая сторона. Платье на каждый день будет очень удобное и красивое. А еще у нас есть замша на трикотаже. Это прекрасный материал для повседневных костюмов или платьев, футляров, также юбок. Хорошо тянется за счет трикотажной основы и есть большая цветовая палитра. Джерси самый любимый трикотаж на каждый день у наших покупателей. Универсальный материал для разных изделий. Можно шить платья, юбки, костюмы, также костюмы спортивного кроя и жакеты. Он подходит под всем. Хорошо тянется и мягкий, пластичный. А трикотаж академик это брат джерси. Они отличаются только плотностью. Академик менее плотный, то есть лучше облегает и подчеркивает ваши достоинства. Еще можем предложить вам трикотаж косичка. Это очень теплый трикотаж и он почти не тянется. Его хорошо использовать для пошивок кардиганов, а также длинных фактурных юбок. Есть небольшая ворсистость с лицевой стороны. О, а это наша итальянская находка. Трикотаж шерстью и люрексом для тех, кому хочется сверкать каждый день. Он плотный и хорошо тянется и очень изящный. Ссылка на него будет в описании. Овязанный трикотаж в зигзаге итальянского производства это тренд на сегодняшний день. Кардиганы, платья, длинные юбки подчеркнут вашу уникальность и самобытность. Трикотаж мягкий, тоже хорошо тянется и довольно комфортный и теплый. И еще один из наших любимчиков и популярных трикотажей это евроангора. Его очень любят за мягкость, за нежность, за теплоту и за комфортность в носке. А сейчас пару слов о полезных материалах для трикотажа. Для очень растяжимых трикотажных полотен, таких как евроангора, рекомендуем использовать силиконовую ленту. Ее нужно применять в плечевые швы, чтобы впоследствии ваше изделие не растянулось и не потеряло свой изначальный вид. Силиконовая лента хорошо стабилизирует шов. Если у вас есть плоскошовка или вы просто используете двойную иглу, для подгибки и обработки низа изделия рекомендуем использовать текстурированные нитки. У нас есть нитки разной намотки и разных производителей. Для бытового оверлока рекомендуем использовать Madeiro Aeroflok. Можно шить также универсальными нитками Madeiro. Идеальными иглами для трикотажа идут те, которые имеют закругленный кончик, а это иглы джерси с маркировкой 80 или 90. Также вам может пригодиться двойная игла стрейч для подгибки и обработки низа изделия. И отдельные иголочки для оверлока. Выбирайте каждой машинке свои иглы. Используя эти материалы, у вас получится идеальное трикотажное изделие. Ждем вас в магазинах Декабай. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.